Продолжение следует... 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 И вот тут как раз та ситуация, когда могут появляться те самые новые группы, которые мы должны по-другому оценивать. Вот это наша обычная ситуация, как мы оцениваем ХЕР-2 Старпус. Она хорошо всем знакома. Это то, с чем мы с вами работаем уже практически 20 лет. И последние рекомендации 2018 года, на основе которых мы с вами сейчас и трудимся. И вот это то, что было обновлено в 2018 году, когда у нас именно был пересмотрен подход к определению статуса по методу гибридизации инситу. И были выделены вот эти три группы, 2-3-4, которые потребовали дополнительных наших, я бы сказала, затрат и усилий для повторения реакции, для повторения иммуногистохимии и желательного привлечения второго специалиста для оценки. Итак, вот эти рекомендации АСКК позволяют нам очень точно выделить четкие две группы – позитивные и негативные. Значит, положительный ХЕР-2 Статус – это трехплюсовые и двухплюсовые с наличием амплификации. Все остальное у нас уходит в отрицательный ХЕР-2 Статус. Хотя мы понимаем, что там очень разные опухоли по уровню экспрессии ХЕР-2, но все они уходят именно в тот статус. И мы хорошо знаем, что на определение ХЕР-2 Статуса влияет много параметров. Но для нас, что очень важным является, что помимо того, что мы подчас можем создать сами неправильное проведение исследования или неправильной преаналитикой, есть действительно объективная ситуация, которая показывает, что опухоль может быть гетерогенной. И вот тут вступает как раз то правило, которое все время всеми прописано, которое говорит о наличии порогового значения в 10% клеток. И когда появился новый препарат, который основан не на прямом блокировании рецепторов ХЕР-2, как тастузумаб, а появился препарат, который фактически выступает носителем цитостатика, то тут стало понятно, что надо учитывать и те опухоли, в которых есть экспрессия ХЕР-2. Даже если она составляет меньший процент, и эти опухоли формально по критериям АСКОКАП 2018 года являются ХЕР-2 негативными. И вот тогда появилось понимание того, что для этого препарата надо выделять еще одну группу, которая действительно имеет ХЕР-2 статус по критериям негативным, но вместе с тем это группа, где есть иногда довольно даже большой уровень экспрессии ХЕР-2, когда мы имеем двухплюсовые случаи с отсутствием амплификации. То есть мы понимаем, что там много клеток, которые несут этот рецептор. И если речь идет о том, что препарат выступает как бы носителем для того, чтобы прикрепиться к этим рецептам, понятно, что это тоже надо учитывать. И вот тем самым появляется вот такая группа, которая называется ХЕР-2-ЛОУ. То есть там группа, где экспрессии есть, но она низкая. Это двухплюсовые с отсутствием амплификации, и это одноплюсовые. И, естественно, тогда выделяется точно группа, где у нас отсутствует экспрессия ХЕР-2. Группа, которую называют ноль. Но опять же, это не просто ноль. Это все равно опухоли, где какой-то уровень экспрессии есть, просто обозначенные нами как менее 10%. И вот тоже встает вопрос, выделять эту группу отдельно, не выделять эту группу отдельно. И это определяется, опять же, не нашим желанием, а тем, как пациенты будут отвечать на назначение того или иного препарата. Поэтому мы понимаем, что вот эта группа с наличием ХЕР-2-экспрессии на самом деле составляет очень большой процент, если мы будем учитывать все опухоли, которые несут экспрессию ХЕР-2, но при этом являются по критериям 2018 года АСКОКАП ХЕР-2 негативными. На самом деле это очень большой процент опухолей, и, соответственно, это большой процент пациентов, которые могут помочь назначению препарата, который может действовать в этих случаях. Вот посмотрите на этот данный, который примерно отражает то количество образцов, то количество опухолей, которые могут отвечать этому критерию. И вот здесь сведено то, что как бы позволяет нам действительно с одной стороны говорить о том, что определение ХЕР-2 статуса является с одной стороны достаточно объективным, но есть аспекты, которые не то чтобы являются субъективными, они являются сложными. И вот эти 10%, которые были назначены, скажем так, пороговым значением для ХЕР-2, ведь они тоже появились не просто так. Они первый раз возникли вот с того самого первого классического огромного исследования ХЕРа, которое и показало, какие пациенты будут отвечать на назначение тростозумаба. Потом были как бы переосмыслены эти данные, прианализированы по-другому, и недаром у нас в 2007 году появилось вдруг пороговое значение в 30%. Но потом опять же пересмотрели и поняли, что это пороговое значение позволяет потерять большое количество пациентов, которым терапия анти-ХЕР-2 могла бы помочь. Поэтому и сейчас вот этот новый подход, который как бы говорит о том, что надо выделять отдельно ту группу опухолей, где есть экспрессия ХЕР-2, но не является позитивной по нынешним критериям, это очень важная задача. И это для ватолога-анатомов тоже становится, скажем так, важным, на что нужно обратить внимание. Потому что, ну, если говорить, так сказать, по-честному, мы с вами знаем, что когда мы проводим оценку, и когда говорим это 0 или 1+, то мы иногда, но не очень внимательно обращаем внимание на эти 10%, есть они или их нет, что нам назвать, 1+, или это все-таки 0. И вот тут мы позволяем себе иногда не очень внимательно к этому отнестись, именно потому что все равно это уходит в ту группу, которая с ХЕР-2 негативным статусом. А тут ситуация становится другой. Мы должны четко определять ту группу, которая является 1+, и вполне возможно, что нам придется очень четко определять ту группу, которая действительно является 0. Вот посмотрите, вот здесь приведены исследования Дестини Брест 0.4 и 0.6, и в этом исследовании 0.6 была выделена отдельно вот эта группа, которую называют Low-Low, Super-Low. То есть смысл в том, что надо отдельно выделять действительно образцы, в которых вообще нет экспрессии. То есть 0, он и есть 0. А те группы опухолей, где экспрессия появляется больше 1%, скажем так, больше 0, то это возможно будет другой группой. Пока это не решено. Это проходит исследование, которое должно выделить эту группу, если будет ответ на терапию соответствующий. То есть мы находимся вот в начале этого пути с выделением этой группы. Но опять же для себя мы должны понимать, что это будет, во всяком случае, группа Her-2-Low должна быть выделена на вот следующем конгрессе ASCO-CAP, который будет в этом году. То есть, скорее всего, в этом году мы с вами получим новые рекомендации ASCO-CAP. Будет ли там только группа Low или Low-Low, мы пока не знаем, но то, что Low будет, вероятность этого очень велика. Поэтому пока мы не получили четких рекомендаций, я бы призывала всех нас, кто фактически каждодневно занимается определением Her-2 статуса, научиться внимательно относиться к нулям и единицам и понимать, что в ответе мы должны четко писать это ноль или единица, а не просто писать статус позитивный или негативный. То есть это становится тем, что для нас становится таким важным и как бы, наверное, станет таким уже стандартом нашей работы. Значит, вот еще раз просто хочу обратить внимание, что какой большой процент случаев мы можем отнести к Her-2 Low. Это очень большая цифра, это очень большое количество пациентов. Ну, а в смысле постановочной части для нас с вами нет ничего нового. Это исследование Destiny Breast было проведено с использованием антител клона 4B5 на винтане с обычной системой визуализации UltraView. То есть это обычная наша стандартная работа. То есть в этом смысле в постановочной части у нас просто не меняется ничего. Поэтому мы должны только более внимательно относиться к тому, каким образом мы будем оценивать нашу работу. И поскольку появляется вот эта вот группа, то опять же надо обратить внимание, о чем сегодня уже не раз мы говорили относительно ПДЛ, что должны быть контроли. Должен быть внутри лабораторный контроль обязательный, и он должен просто в каждой лаборатории быть прописан, как это делается. Должны быть контрольные позитивные и негативные контроли собственные. И поскольку мы все с вами знаем, что есть некая сложность с тем, что мы не можем, и ее не существует, нормальной ткани с высокой экспрессией ХЕР-2, мы только в нормальной ткани видим очень слабую экспрессию, поэтому участие в различных системах внешнего контроля качества, которые опять же помогают нам стратегизовать собственную работу и даже проверить собственные контроли, вот это должно быть правило. Вот я обращаю внимание на то, что до 2019 года в классификации ВОЗ, насколько я знаю, никогда не писали про использование контролей. А теперь это фактически там указано везде, и относительно ХЕР-2, и относительно рецепторов эстрагеров, и ПДЛ. Там просто есть отдельными, я бы сказала, фразами о том, что контроли должны обязательно использоваться. Вот мы тоже должны на это обратить внимание и взять это себе за правило. Тем более, когда мы используем стейнер Вентана, то там положить контрольный образец на то же стекло, на котором мы проводим исследования, вообще не представляет никаких сложностей, и мы не затрачиваем больший объем реагентов, что сейчас может быть существенным в нынешней ситуации. Но мы тратим тот же объем реагентов на одном стекле, проводя и реакцию, и использование контрольный материал. Поэтому сейчас мы работаем с вами по тем рекомендациям, которые есть, но готовимся, я бы сказала, к тому, что у нас изменятся подходы, и мы с вами получим еще одну группу, которые должны будем очень точно выделять. Вот посмотрите, я привожу вот эти вот схемы, которые существуют сейчас, и вот эту вот новую группу, которая позволит нам выделить вот эту группу HER2-LOW, то есть когда у нас экспрессии больше 10%, а вполне возможно, что у нас появится группа супер-LOW, когда ниже 10%, и будет отдельная группа, где действительно у нас ноль, где нет клеток, которые вообще экспрессируют данный маркер. То есть я бы сказала, что все постепенно идет к тому, но посмотрим, как будут развиваться события в зависимости от того, какой будет анализ клинических исследований по применению препарата. Ну вот это тоже вам известная схема, и вот здесь в нее уже внесены вот эти как раз возможные, скажем так, подходы по тому, как мы будем разделять эту группу, которую мы раньше называли HER2-негативный статус. И иногда у анголоков вознимают какие-либо проблемы, насколько точно мы это делаем, но опять же я бы сказала, что в последних клинических рекомендациях АОР и Минздрава эта проблема в какой-то степени решена, потому что там очень четко прописано, что должно быть не менее трех столбиков ткани. Именно тогда мы с вами можем учесть и гетерогенность, и можем проводить те исследования, которые требуются. Например, когда мы определили, что это тройной негативный рак молочной железы, и надо поставить еще ПДЛ. То есть вот тоже в своих учреждениях поговорите со своими онкологами, посмотрите, какое количество образцов для определения свойств опухоли на уровне биопсийного исследования вам предоставляют. И обратите внимание, что в клинических рекомендациях Минздрава, которые фактически являются законом, все уже давно написано, по-моему, начиная даже с 2020 года. Ну и я не буду зачитывать эти ключевые положения, они определяют то, что мы с вами должны будем делать, и что фактически мы идем к появлению еще одного нового, что приходит в нашу жизнь, и что мы с вами должны делать абсолютно правильно и хорошо. Поэтому вот это подразделение группы HER2 негативного рака на те группы, которые у нас появятся в результате появления нового препарата, является очень важным, и мы должны соответствующим образом внимательно подходить к оценке HER2 статуса. Ну и вот еще раз вернемся фактически к тому, о чем опять же сегодня говорилось, о использовании контроля, о том, что работа в лаборатории должна выполняться и проверяться внутри лабораторными контролями, о том, что мы должны понимать, на каком этапе мы допустили ошибки, их учитывать, эти ошибки разбирать и приводить это все к тому, чтобы этих ошибок совершать как можно меньше. И вот опять же внутрилабораторный контроль, внешний контроль качества, в общем, все это только нам в помощь, особенно в тех случаях, когда мы должны установить наличие очень ограниченного числа клеток, которые могут нести HER2 позитивный статус, а для пациента это уйдет в другую группу, и, возможно, будет назначение другой терапии, которая может привнести выигрыш для пациента. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok